Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Значит, у мужа был корпоратив, ищите вы, и все как обычно фотографировались. Три девочки и мой муж в кресле. Четвертая девочка не помещала в кадре и залезла к мужу на колени. Фотографию она выложила в инстаграм на своей странице и я ее случайно увидела. Был скандал, муж сказал, что это безобидно и ничего не знать шефу. Меня обещало, что муж как телок, сфоткался, говорить не успел сообразить. Понимаете, в чем дело, Екатерина? Вы сами-то как бы осознаете, что страшного произошло в том, что сделал муж. Да. Почему вас так задело? Почему вы видите в этом флирт? Почему вы так агрессируете? Подаете на развод и прочее. Сознаете ли вы сами, что есть проблема? И что в этой ситуации действительно ничего такого нет. Ну, село и село. Понимаете, если вы осознаете, что в основе всего этого лежит большая неуверенность в себе и низкая самооценка, то это одно. С этим можно работать, это можно корректировать, это можно исследовать, проживать и прочее. Но если вы этого не осознаете, если вы не осознаете, что проблема, что вот проблема есть, что она серьезная, если вы действительно считаете своего мужа виноватым, а вы его виноватите, вы говорите, что виню вас за мужа, как он такое допустил? Хотя, ничего вам такого нет. Еще раз повторюсь, в основе лежит ваша неуверенность, низкая самооценка страха, одно и специфическое отношение к сексу. Если вы не осознаете, то я не очень вижу, в чем здесь вам помочь. То есть, по факту, ситуация такая, что был эпизод, где по результату стечения обстоятельств случайных, на коленях вашего мужа оказался его коллега. Коллега выложил эту фотографию на инстаграм, где были еще другие коллеги, но вам это неприятно. И вот ключевой момент, что вам это неприятно, вместо того, чтобы разобраться в себе. Вместо того, чтобы поисследовать себя, почему неприятно, почему вы ненавидите флирт, да? То есть, как бы, вот почему вы сейчас контролируете его везде и боитесь его от себя отпускать. И прочее, прочее. Как вы, как вы к этому приходите, что вами движет, и прочее. Ну, это того, чтобы поисследовать данный аспект, вы вместо этого, Вы вместо этого перекладываете на музе ответственность за то, что произошло, хотя ситуация в целом более чем нормальная. Нет, понятно, что если бы он с этой коллегой, с этой девочкой общался бы на регулярной основе, если бы он с этой девочкой взаимодействовал бы на постоянной основе, тогда да. Тогда, конечно, вы были бы правы. Правда, по крайней мере, в том, что это действительно лиц, что это действительно какое-то такое внимание к женщине, но здесь ничего нет. И общения не было. Девочка сама извинилась. Вы же оцениваете её поведение, да, её поступки, как... Вы оцениваете её поведение, поступки, как... Бред. То есть, вот так вы воспринимаете её действие, как бред. Я хотел бы понять, в чём помощи вы хотите. Вы говорите, как стать снова адекватной? Адекватной стать, значит, разобраться в себе. Адекватной стать, значит, выйти из состояния жертвы, в котором вы сейчас пребываете. Взять на себя лично ответственно за то, что произошло, а именно ответственно за вашу реакцию. Вот. Разобраться со своими чувствами. Больше опираться на себя, на свои ощущения, на свои чувства. А не на других людей. Повышая, тем самым, свою зависимость от них. И тогда у нас всё будет порядка. Просто вы, сами не отдавая себе отсчёт в этом, транслируете мужу мысли об измене. Вы же сами напоминаете им об этом. Вы же сами... Поселяете в него эту идею. Даже если ему она в голову не приходила раньше. Понимаете, какая штука не очень хорошая. Поэтому здесь вот, здесь вот так. Здесь примерно в таком случае обстоят дела, Екатерина. Вам необходимо признать, что ваша резность, ваше восприятие этой ситуации была столь бурной и агрессивной только по причине внутренних конфликтов, страхов, неких интровектов, вот. И ещё одного важного момента, который проявляется в том, что вы судите о людях по себе. То есть вы говорите, я бы так никогда не поступил. Ну, причём здесь вы, во-первых, да, это первое. Второе, неизвестно, как вы сейчас сюда оказались, то есть вы здесь зарекаетесь. А... Известная мудрость житейская говорит, что через то не нужно зарекаться. Вот. Так что, я понимаю, что вы не чувствуете себя в безопасности. Я понимаю, что контроль связан с тем, что вы видите угрозу. Но эта угроза связана, опять же, с тем, что вы не чувствуете себя защищённой. А они совершенно связаны с личными границами. Точнее, с их отсутствием между вами и вашим мужем. То есть вы, как ревнивый человек, пытаетесь все личные границы со своим мужем убрать. А это невозможно. Это невозможно. Это... Человек будет ощущаться. Вот. Екатерина. Поэтому... Очень радо, что вы описываете достаточно искренне своё поведение, свою реакцию, но не очень понятно, какой вопрос вы задаёте. Как стать адекватным? Что... Что есть адекватным? Понимаете? Вы говорите, как научиться доверять, доверять... Доверять... Научиться доверять просто, это значит, научиться доверять себя. Полагаться на себя. Нет других людей. Знаете, какая штука. У вас даже отношения нет. Они не совсем здоровые, раз, ну, сейчас. Вот на таком уровне боятся потерять. Это... Нет, нет, хорошо. Это создаёт специальное напряжение. Ну, вот... Вашей, как бы, паре. Вот. И это ничего хорошего вам не может дать. Не принесёт, не может дать. Понимаете? Какая штука. Поэтому идея, она здесь, в принципе, вот такая, да. Идея такая, что нужно работать с природой вашей ревности. С тем, что я определяю. С тем, почему вас так задевают. Ну, это совершенно очевидно, что вы сравниваете себя с девочками. Это совершенно очевидно, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вот. И не принимаете себя так вот. То есть, вы ориентированы на других людей, а не на себя. И вот это вот сравнивание, оно является, наверное, таким вот глобальным, что вы делаете. И сравнение проискает все ваши, ну, все ваши негативные последующие реакции. Вот. А сравнение уже возникает на основании того, что вы себя обесцениваете. Вот. И, соответственно, это обесценивание вами уже переносится на других людей. На других девочек. На мучемуся своего и прочего. Так что Екатерина, это исключительно работа над собой. Это исключительно терапия. Личная терапия. То есть, как бы, тут нужно смотреть именно вот вашу историю жизни. Вот. Делать анализ вашей жизни. Чтобы. Чтобы. Понимать. Что происходит. С вами. Чтобы понимать. Как. Как. Пришли. К этому. Ну, вот. К своей позиции. К своей позиции. Такой. Вот. Так. Меня обесцело. Так. Из-за чего обесцело. Я считаю, что сидя на коленях это лично темно. Ну, почему бы, опять же, вот. Я считаю. А что считает мужа? Что считает девушка? Почему вы, с своей точки зрения, навязываете, получается, и мужу, и девушке? Да? Коллега, да. Все вас как-то на собой разумеетесь. На чем вы основываете свое учреждение? Мы сейчас звонили. Требуется под удалением. Не понимали, зачем она выглядела. Она извиняла, что я забыкнала. Присыл с прощениями. И мужу. Я не могу простить про Эмирад. Вот. Что именно вы не можете простить? В чем здесь, вот. Проблем. Для вас. Для вас. У нас ненавижу флирт. И все, что с этим связано. С чем связана ваши ненависти к флиртам? Эм. Так. Можем ли это не расходиться? Преднаешься виноват. Для него надо только это противоразвест. Стоит им дать это, это, это назначение. Я не сразу понял, почему она меня нагрела на такую ерунду. А вы с вами как считаете? Девушка мне звонила. Пыталась стать. Бесно, что они не твуются. Голова на одном языке. Я понимаю, что она не согласна. И бред. А практически его ни за что подставила из своей недалёкости. Почему недалёко? Почему бред? Почему подставил? Подставил. Екатерина. Почему подставил? Мне от этого не легче. А в чем вам тяжело? Тяжело. Вини вас к мужу. Ну вот обвинение, да? Обвинение. 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 А это же вот как раз такая потребность освободиться от своей части, от своего конфликта. Так. Ну непонятно такое поведение женатого мужчины. Меня поцепок очень сильно оскорбил. Чем? Чем Екатерина вас оскорбила? Подставил показ. Знаете ли вы, что оскорбиться может только сам человек. Что его не могут оскорбить. Если вас оскорбило, значит вы оказались задеты чем-то. А если оказались чем-то задеты, значит у вас есть уединеность. У вас есть уединок, у вас есть внутренний конфликт, от которого вы бежите. Так, на мой вопрос как-то это допустил, говорит, даже не успел салитироваться. Так, просто иначе, понятно, я не могу ему найти обравдание, а почему вы считаете, считаете, что он должен оправдываться? То есть, ну опять же, почему вы считаете, что он должен за это оправдываться? Самая никогда бы так не поступила, но вот здесь, судите по себе, о других людях, что после этой ситуации превратился в самоседшую, проверяет телефон, удаляет высоту сети на корпус, а тут только вместо, так а вы же и разводитесь, я не понимаю. То есть, вы подали на развод, какое вы право имеете удалять высоту сети и проверять его телефон и прочее. То есть, видите, вот здесь отсутствие личных границ проявляется, да? Эмм, так. Значит, разводил и так получилось, как сейчас девушки леничат. Своё они создают, разрушают чужие. А вы считаете, можно разрушить чужие, если оно само себя не разрушает, как вы? Сейчас, разрушаете только вы, что сейчас. Если у вас право на рекорда, надо быть человеком внимания оказывать. Ну, я думаю, это ваша страх, ваша страха. Эм, так. Ну, вот, в принципе, я думаю, таким образом, примерно, можно вам ответить на вопрос. Вот. Вот вы описываете ревность, вы описываете ревность. И... Ревность нужна наоборот. Ну, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok